Свечи, зеркала, чаша с водой. Заглянуть в будущее – одно из заветных желаний человечества. Издревле считалось, что именно сочельник – лучшее для этого время. Способов найти ответы на волнующие вопросы множество. Кто готов? Я готова. Доставали мой стакан. Это сахар. Девочки, сахар. Моя жизнь будет сладкой. Три стаканчика внутри каждого – предсказание. Кому сахар, кому соль, а кому и колечко – знак скорого замужества. О, кольцо! Свечи и вода – неотъемлемая часть многих гаданий. Каждая из девушек пишет свое желание. Кто-то надеется в новом году встретить своего суженого, кто-то мечтает о профессиональном успехе. Затаив дыхание, они наблюдают за движением свечи, которая сначала стремится к одной бумажке с желанием, но потом плавно меняет направление и предвещает исполнение другого. Мое желание. Мое желание. Ура, господи! Все, я выйду замуж. Это все загадочно. Это все в какой-то мере что-то сбывается, что-то не сбывается. Но в целом у меня хорошее впечатление. Древние гадания сейчас переплетаются с современными. Мобильный телефон тоже может ответить на вопрос. Главное – набрать случайный номер и услышать, кто взял трубку. 637-42-15. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я гадаю. Можете мне подсказать свое имя? Гадаете? Да, и тут святки, конечно, гадаю. Нет, не могу, нет. Не хочу сейчас сказать гадание, но они будут. Так, ну, просто хочу имя узнать своего будущего мужа. Нет, нет. Суженый, ряженый, приди ко мне. Самое, пожалуй, страшное гадание на вызывание образа жениха. Темная комната, зеркала, свечи и тишина. Одно из самых запоминающихся гаданий в моей жизни – это было предсказание цыганки. Я танцую в цыганском ансамбле «Очень черный», и у нас в коллективе есть роза. Как-то пришла в гости, и мы решили погадать на картах. Она мне раскинула и предсказала мою будущую жизнь. Сказала, что вскоре, примерно три месяца, я выйду замуж. Я смеялась. Немножечко так, ну, суеверие, да. Ну, что-то карты могут предсказать еще замужество. Через три месяца встречаю своего мужа, начинаю общаться. И через какой-то момент я понимаю, что этот человек, который мне предсказала, роза. И уже тут начинаешь думать, верит ли в гадание или нет. А вот в древние времена люди обращались к астрологам, которые помогали найти ответ на волнующий вопрос. Прогноз строился на основе часа обращения. Олеся Миллер строит натальную карту вопроса согласно времени, когда он прозвучал. По мнению астрологов, у всего есть место и время рождения. У человека, у вещи и даже у вопроса, который возникает у нас в голове. Фиксируется время возникновения вопроса. И на это время строится натальная карта. И уже идет дальше, идет расшифровка ответа. На любой житейский вопрос, харарная астрология может дать ответ. В святке гадать можно на чем угодно. Главное, какой смысл вы в это вкладываете. Ведь правда – это то, что вы считаете правдой. Верьте в хорошее, и все обязательно сбудется. Екатерина Зодина, Евгений Седачев. События. Брянск.